Основные причины простатита у мужчин. Ожирение и малоподвижный образ жизни ухудшают циркуляцию крови во всем организме, но в особенности в тазовой зоне. Застойные процессы являются частой причиной появления простатита инфекционной болезни. Это могут быть как венерические заболевания, так и такие инфекции, как туберкулез, которые поражают несколько органов травма. Области паха переохлаждения тоже становятся частой причиной воспаления предстательной железы и разнообразные заболевания кишечника, которые переносятся в репродуктивную систему, бактериальные и инфекционные, воспалительные процессы соседних тканей и органов. Как проявляется простатит у мужчин? Симптомы. При активном развитии воспаления у мужчины повышается температура, ощущается слабость и головокружение, ощущается боль и паху. Особенно при активной ходьбе или физических нагрузках мужчина испытывает резкую боль при мочеиспускании, намечаются частые позывы. В туалет, который тяжело удовлетворить при запущенном простатите вместе с мочей из урета, может выделиться гною мужчины. Ухудшается потенция, половой акт может приносить болевые ощущения при воспалении простаты, сужается мочевыводящий канал из-за Чего напор мочи и очень слабый мочеиспускание причиняет боль Боль может возникать и при хождении в туалет по большому типу простатита Острый простатит Данное заболевание вызвано, как правило, инфекцией. Болезнь при этом развивается очень быстро, ее тяжело не заметить. При этом она причиняет сильные болевые ощущения и может дать осложнение на соседние органы хронический простатит. Иногда простата очень подвержена воздействию инфекций. В таком случае простатит может начаться внезапно, как и осложнение любой болезни, например простуды. Это происходит из-за ослабленного иммунитета или недолеченной болезни в прошлом, небактериальный простатит. Эта форма простатита возникает из-за факторов, которые не имеют ничего общего с инфекцией, например переохлаждение. Такая форма болезни протекает мягче и ее сложно распознать на начальном этапе хламидийный простатит. Данный вид болезни относится к острому виду простатита. Его возбудитель инфекция хламидии и хламидии передаются половым путем. Именно поэтому данное заболевание довольно часто встречается у молодых мужчин, практикующих незащищенный секс. Сам простатит начинается не сразу, а после некоторого времени. После попадания инфекции в организм опасен он тем, что может иметь осложнение на другие внутренние органы. Симптомы при хламидийном простатите те же, что и при других формах острого простатита. Резкие боли в паху и уретрия при мочеиспускании, повышение температуры, ослабление иммунитета. Хронический простатит. Хронический простатит – это постоянно возобновляющие заболевания. При отсутствии должного лечения такой простатит имеет волнообразный характер. Его симптомы то усиливаются, то временно пропадают. Даже если симптомы простатита появляются нечасто, заболевание все равно необходимо. Лечит хронический простатит наблюдается при частом переохлаждении, частых инфекционных заболеваниях, ослабленном иммунитете. В сидячем образе жизни наиболее часто хронический простатит встречается в пожилом возрасте. Из-за возрастных особенностей организма избавиться от него зачастую бывает непросто какими лекарствами лечить простатит. Если у вас обнаружились симптомы простатита, нужно обязательно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Врач припишет ряд анализов. Анализы мочи и крови – секреты предстательной железы. Также может быть назначено УЗИ, если у врача появятся сомнения, будут взяты анализы на рак простаты. Симптомы простатита и рака предстательной железы. Похоже, врач припишет ряд препаратов, среди которых будут противовоспалительные антибиотики, а также препараты, повышающие иммунитет, могут быть порекомендованы. Вспомогательные средства – массаж, упражнения. Народные средства препарата – простатита аксоцилин. Это антибактериальное средство, которое с успехом уничтожает стафилококки и стептококки простамол. Это крайне популярный лекарственный препарат, который оказывает противовоспалительный эффект, снимает отеки и облегчает мочи и спускание. Применять его нужно в комплексе с другими лекарствами простатилен. Это лекарство бывает в виде капсулы или инъекций. Его главное назначение – снимать отеки и болевые ощущения, а также применяются такие виды антибиотиков – норфоксацин, ампицилин, левофлоксацин и другие, как лечить простатит массажем. Лучше, если первые процедуры массаж проведет опытный уролог. В дальнейшем у него можно поинтересоваться о технике массажа дома. Самостоятельно массаж простаты делают мануально или при помощи специальных приборов. Какой метод лучше посоветует врач массаж простаты делается с полным мочевым пузырем. Поэтому за 30 минут до начала процедуры рекомендуется выпить 500 мл жидкости. При подготовке массажа нужно соблюдать гигиену. Чтобы не нарушить нежные ткани кишечника пальца нужно смазать вазелином. Массаж простаты проводится через анальное отверстие. Проводить его нужно в перчатках. Обычно процедура не причиняет болевых ощущений. Боль может возникнуть при обострении болезни или при неправильном проведении массажа. Массаж простатита у мужчин в домашних условиях. Лучше всего производить массаж простаты в расслабленном положении, лежа на животе или в коленнолоктевой позе. Суть массажа Тактильное воздействие на предстательную железу. Где она расположена показано на схеме основные движения для массажа поглаживания и несильное надавливание. Массаж предстательный Железы нужно проводить недолго, около одной минуты, но ежедневно на протяжении 10 дней проводить массаж можно лишь после консультации с урологом. Эта процедура имеет ряд противопоказаний – острый простатит, рак простаты, заболевания кишечника и другие, что делать для профилактики простатита. Обязательно предохраняйтесь при половом акте с непостоянным партнером, соблюдайте правила личной гигиены, не допускайте длительных и интенсивных переохлаждений, ведите здоровый образ жизни и питайтесь полноценно, ведите активный образ жизни. Если у вас сидячая работа, старайтесь в свободное время ходить пешком. В перерывах делайте небольшой комплекс физических упражнений, к которой циркуляцию крови, избегайте запоров и других заболеваний. Пищеварительные системы Как избавиться от простатита медикаментозно Советы и отзывы Самостоятельный выбор лекарств только временно снимает симптомы заболевания. Простатит при таком подходе переходит в хроническую стадию препарат и может посоветовать только врач-уролог. Если у вас есть аллергические реакции или противопоказания, врача нужно об этом, нужно предупредить медикаментозное лечение простатита. Имеет комплексный характер, назначаются препараты, которые снимают симптомы и лечат причины. Нужно употреблять все предписанные средства строго по инструкции, не пренебрегайте дополнительными процедурами, если таковые разрешил. Врач, массаж, упражнения и народные средства Редактор субтитров А.Семкин